В одном тихом пригороде Нового Орлеана жила семья Браун. У них была прекрасная мать по имени Люси и ее годовалый сын, Майкл. В их доме также обитал Азар, преданный доберман, который был членом семьи и верным другом. Однажды вечером Люси решила сходить на минутку в соседний магазин, оставив малыша под присмотром Азара. Мать знала, что собака никогда не позволит никакой опасности приблизиться к ее сыну, поэтому она чувствовала себя спокойной. Однако, как только Люси вернулась домой, она заметила, что Азар ведет себя странно. Собака показала признаки беспокойства и нервозности, виляя хвостом и не отпуская ее из вида. Сердце Люси начало биться быстрее, когда она заметила что-то необычное в комнате, где находился Майкл. Ее глаза наполнились ужасом, когда она заметила, что ребенок был окружен ядовитой змеей, готовой нанести ему вред. В этот момент Азар, собака с огромным опытом и невероятным чутьем, которая всегда была рядом с семьей, решила, что ее главная цель сейчас – защитить малыша любой ценой. Без колебаний Азар бросился на ядовитую змею, готовая сразиться с ней. Во время своего смелого подвига собака была укушена змеей. Но благодаря своей массе и размеру, а также своему невероятному умению уклоняться, Азар не дал яду полностью попасть в его организм. Его сильный иммунитет и борьба с ядом позволили ему выжить и выставить в этой опасной ситуации. Люси, запаниковав, сразу же отправила Азара в местную ветеринарную клинику, где эксперты заботливо приняли его. Врачи были шокированы, увидев Азара в таком состоянии, но, несмотря на все трудности, они не сдавались. Врачи сделали все, что было в их силах, и смогли дать Азару специальную инъекцию противоядия. Люси провела всю ночь, не спуская глаз с часов, молилась и надеялась на лучшее. Утром она получила звонок от врача, и сердце ее разом жалось от радости, услышав, что Азар пережил эту тяжелую ночь. Семья вознаградила ветеринара и с благодарностью забрала Азара домой. Собака, несмотря на все испытания, была весьма энергичной. Он бежал к Люси и Майклу, продолжая лелеять свою любовь и преданность к ним. Семья Браун была глубоко признательна героизму Азара и понимала, что без него их жизнь могла бы измениться навсегда. Азар, в свою очередь, был счастлив вернуться к своей любимой семье, и его хвост не переставал вилять от радости. История о героизме Азара стала образцом мужества и преданности, которыми он служил в своей семье. Она также затронула сердца всех, кто узнал об этом сильном союзе между людьми и животными, и о том, как любовь и забота могут спасти жизни именно в тот момент, когда они находятся под угрозой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.